ПЗ-4 Шмальтурм И он всем известен именно этим внешним видом И именно в таком внешнем виде вы его получите, если купите себе данный набор Без данного Камо машина смотрится ну прям совсем не какущим Да, исторически, но все-таки он теряет свою вот эту вот изюминку Которая ему добавляется именно вот этим великолепным Камо Что же касается всего остального, что положили в набор Довольно не кислый наборчик за 3500 Да, пускай не самая суперская машина на шестом уровне Но какой-никакой это прем, бюджетный, вопросов нет Порой за эти деньги можно взять себе какую-нибудь семерку Допустим за 2500 им все не перестаю удивляться Когда-то разработчики выложили между прочим Франкенштанка Да, пускай голова, но это был Фрэнк Что касается данного набора За 3500 получаете целых 14 дней према А это у нас в последнее время крайне большая редкость и роскошь Что касается Х5, ребят, в количестве 10 штуки Это круто, что на все машины А это значит поможет существенно поднять ту или иную веточку Которую вы пытаетесь прокачать Особенно какие-то сильно унылые В чем разработчики действительно дали маху Так это в том, что они положили сюда Абу Светлая сторона С учетом его внешнего вида И прямой отсылки к Звездным Воинам в отношении Имперских войск То здесь как раз должна была быть темная сторона Но это мое скромное мнение Как любителя Звездных Воин Пишите свое мнение в комментариях Согласны ли вы со мной Но в целом положили, да и слава богу Что касается по 15 штук бустеров Да, прикольно, классно Серебро плюс свободка И с учетом того, что в ближайшее время Выйдет новая веточка ВЗ-55 И то и другое вам очень даже придется ко двору Для того, чтобы пополнить свои копилки Пополнить свои запасы Чтобы проще добраться к заветной десятке Если вы планируете качать новую веточку Открытое все оборудование Не сильно дорогое на уровне Поэтому я не могу сказать, что это прям какая-то ценность Которую положили Но и на том, как говорится, большое спасибо 3,5 косаря Здесь уже сами определяйтесь Выгодно или не выгодно Стоит или не стоит Вопрос в том, нужны ли вам Х5 Нужны ли вам 14 дней преба Что же касается самой машины То обзоры на нее Вы можете посмотреть у меня на канале Будут ссылочки вот здесь вверху И обязательно добавлю в описании к данному видео Переходите, смотрите Ну а для того, чтобы не пропускать новые видео Подписывайтесь быстренько на канал И ставьте палец на колокольчик Для того, чтобы их не пропускать Что касается орудия по машине Здесь, ребят, все банально просто 4,5 секунды время перезарядки И 160 единиц альфы Вполне нормально, вполне приемлемо На сегодняшний день С учетом того, что в каждом новом батл пассе Машины средние, как правило, обладают Именно такими характеристиками А порой время перезарядки и больше Обратите внимание, что ДПМ у данной машины 2165 единиц И это, между прочим На 160 единиц практически больше Чем у Т-34 Фалкона Восьмого уровня тяжелого танка Почему так? Потому что у него время перезарядки альфа Крайне классно сбалансированным Есть угол склонения вниз Орудия минус 10 Удобно отыгрывать на неровностях Но в то же время Не позволяет отыгрывать От башни на неровностях Потому что башня у нас Практически картонная Что касается, ребят, времени Сведения и разброса К крайне Простите, господи, заговариваюсь Крайне Приятные, хорошие цифры Которые мы с вами заценим сейчас Непосредственно в бою Куда с вами отправляемся Для постоянных зрителей моего канала Сообщаю о том, что на Дискорде Ссылочка есть в описании Добавлены два раздела Новости игры Там, где публикуются все новости По нашей с вами любимой игре В Таночке И они там публикуются Как только появляются В официальных источниках Поэтому вы ничего не пропустите И вам нет необходимости Бегать где-то по разным ресурсам И искать инфу Вторая новость Это то, что там добавил сам разделчик Который называется Новости канала И вот особенно это касается тех ребят Которые писали мне в комментах О том, что ГСН выпускаешь Крайне много видео В течение дня Я уже запутался Что я смотрел Что не смотрел Не успеваю все отслеживать В этом разделчике Вы найдете информацию О том, какое видео Когда было опубликовано Превьюшки на него И ссылочки обязательно На видосик Теперь, ребят Вы уж точно ничего не пропустите Но как ни повод Подписаться бы На каналчик вам осталось только Подписывайтесь Я вам буду безумно благодарен И буду радовать вас Все новыми и новыми Честными обзорами на технику Едет Шмальн Турм Вполне нормально Для среднего танка Я не могу сказать Что он прям Уныло Что касается Времени сведения Крайне бодро сводится Все классно Что касается Точности Просто обалденная машина Действительно Можешь выцеливать Свиные пятаки Которые высовываются Где-то Ну а вот Что касается Ребят Броним Здесь крайне Все уныло Пробивается Везде Пробивается Всеми Не совсем я понял Откуда по мне стреляли И только в конце понял Что это был Супер Хеллкет Попытаюсь куда-то Перекатиться Но Боюсь Я уже не жилец Поэтому попытаюсь Сделать максимум Который от меня Можно ожидать Сейчас Иди сюда Едь в ангар Точность по орудию Как я уже сказал Очень классная Время сведения Просто божественное В отношении Перезарядки Все суперски Действительно Меньше Четырех с половиной Секунд Если бы не только Вот это вот Моментик Ожидание Более крепкого Корпуса И более крепкой Башни Хотя бы Более крепкой Башни Для того чтобы Можно было Играть Где-нибудь от неровности Что касается Угла склонения Как я говорил Вот сейчас Он сыграл В мою пользу Действительно Очень удобно Выцеливать Кого-то Кто находится Где-нибудь В низинке Сейчас подожду Пока Отвлекут Пока он Выстрелит Ну и сейчас Можем Выкатываться И пользуясь Углом Вклонения Выцеливать И накидывать Ему урона Очень классное Орудие И если вы Любители Скорострельного Орудия Точного Орудия С хорошим Временем Сведения Машина Однозначно Для вас В том числе Машина Однозначно Для вас Если вы Хорошо Играете На легких Танках Которые Не обладают Соответственно Броней Вообще Никакой Но единственное Что необходимо Будет привыкнуть К тому что Машина Ну существенно Отличается По подвижности От легких Танков А вот В отношении Того Как ее Отыгрывать Я бы не сказал Что отличия Какие-то Есть Необходимо Постоянно Думать По поводу Того Чтобы не Попадать В засвет Необходимо Не стоять На месте Если вас Засветили Ну и Не попадать Вот в такие Дурные ситуации Как сейчас Было у меня Супер Хеллкетом Я немножко Скажу Откровенно Растерялся Не понял Откуда он Бросает Меня Ну и Соответственно Из-за этого Как бы Тычики Нахватался Был бы Более Живым Но в целом Это не помешало Мне Чего-нибудь Сделать Для боя Сделать Один фраг Второй Навряд ли Я сейчас Зацеплю Скорее всего Вынесут Короче говоря Ребят Машинка Я бы сказал Абсолютно Не стандартная Что касается Результативности Сейчас посмотрим И обязательно Запрыгнем В следующую Каточку Потому что По одной катке Данную машину Показать В полном объеме Не получается Однозначно Она крайне Неровно Ведет себя От боя к бою 620 единиц Нанесенного урона Далеко не фонтан Фонтан тогда Когда вы На расстоянии Можете отыгрывать На каких-то Более-менее Открытых Картах С ровным Ландшафтом Ну вот Как-то Вот так На уровне Плинтуса Как я это называю Ну что Запрыгиваем Еще в один бой И посмотрим Что мы сможем сделать Главное Чтобы с картой Повезло Как я уже сказал Если вы попадаете На данной машине На какой-нибудь Ровный ландшафт На котором вы Издалека Можете По засветам Ваших союзников Отбрасывать То вам Будет крайне Кайфово Играться На данной Машине Потому что Время Перезарядки КД Господи КД Альфа И Точность Орудия В отношении Допустим Времени Сведения Разброса И в принципе Точности Орудия Ну Действительно Крайне Кайфово Поехали Не знаю Кто сейчас Захочет Подсвечивать Поехали Ребята Это уже Хорошо Есть кому Подсветить Я попытаюсь Немножечко Сначала Похорониться Подожду Пока Ребята Соперники Попадут В засвет Ну и Соответственно От засвета Буду отыгрывать Т-34 Решил составить Мне компанию Ну или я Ему Засвет Давай Сейчас явно Вылезет еще раз По одной простой причине Потому что Понял что Тычка в него Одна не прилетела Ну и соответственно Будет пытаться Сейчас вылазить Еще раз Ждем Товарища Ну Давай Шпиц Покажись Пожалуйста Еще раз Мне очень сильно Надо Накидывать Для того чтобы Ребята увидели Что орудие Действительно Годное Да что ж такое Это в конце концов Не хотят Вылазить Не хотят Тычки Отхватывать Блин Вроде бы Ближе Подъезжать Желания Абсолютно Никакого Нет И в то же Время Надо Стоялого 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 Шпиц Решил Пойти Подобирать Игла Ладно Поехали Че Че уж тут На месте Это стоять Постоянно Кром 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 Б Тоже Такой Интересный Товарищ Довольно таки Быстро Перезаряжается Подлазить Подлазить под него Желания Углы Склонения Работайте На меня Не здесь Я тебя Добрал Так там Так Спускаемся К вот этому Брату Поможем Его Бодро Разбирать Нас Несколько Я думаю Что Успех Будет Однозначно За нами Жаль Не успел Добрать Очень хотелось Еще один Фраг Сделать Ну что Осталось Двое Запас Прочности У меня Есть Главное Ездить Сейчас Кучей Вот На данной Машине Ребят В одиночку Вы однозначно Не справитесь Разве Что Если Вы стоите Прям Совсем В другом Конце Карты Тогда Да Тогда Вопросов Нет Тогда Будет Вам Счастье Будете Себе Под засветом Отбрасывать Ну а В противоположном Случа Лучше Держитесь Кучей Лучше Ездите Со Своими Союзниками Ну и Соответственно Получаете Удовлетворение От того Что Происходит В бою Прощай Друг Любезный Отправляем Еще Одного В ангар И Смотрим На Результаты Боя В данной Катке Машина Себе Показала Гораздо Лучше Почему Потому что Мы Не полезли Сразу Вперед Мы Не Нахватались Блох Мы Максимально Качественно Отыгрывали С учетом Увнов И За это Мы Все С вами Получаем Я бы Не Сказал За особые Достижения И медали Мне дали Целых 2000 Серебру Короче говоря Ребят Если вам Нравится Вот такой Вот Геймплей Если вам Нравится Отыгрывать На каких-то Дальних Расстояниях Если вам Нравится Получать Удовольствие От супер Точного Орудия Он Безусловно Для вас Если Вы Не готовы Отыгрывать На картонной Машине Которую Очень быстро Выносят В ангар Если вы Постоянно Где-то Отсвечиваетесь Помните о том Что в наборе Есть 14 дней Према И Х5 Что может быть Тоже кстати Кому-то Гораздо Даже интереснее Чем сама Машина Ну тут уже Смотреть По вашему Карману Мое дело Показать машину Не во всей Ее красе А в том Виде В котором Она будет В ваших руках Если вы Средний игрок Который Дорожит Своей голдой И хочет принимать Взвешенное решение Ну а для того Чтобы смотреть Честные обзоры Подписываемся на канал Ставим палец На колокольчик И отправляемся На дискорд Чтобы не пропускать Новые видео На данный момент У меня все Всех благ Всего хорошего Мира друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока